Государство всегда тебя контролирует как предпринимательный, всегда пытается отнять тебя последнюю копеек. Вообще конкуренция — это галлюцинация, на самом деле, построенная на основе зависти, корысти и гордыни. Сделать крупные госкорпорации стимулом, источником для роста малого и среднего бизнеса. Вы можете отрицать их, вы можете их не применять, вы можете сопротивляться им. Я об этом говорю уже 6 лет, и вы только через 6 лет это поняли. Это уже смешно даже становится. А что смешного-то? Мы разве не видим по экономике, что мы, извините меня, превращаемся в банановую страну. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Роста». С вами в студии ведущий Василий Богданов. У нас в гостях Сергей Колесников, предприниматель, совладелец и президент компании «Технониколь» и член Генерального совета деловой России. Здравствуйте, Сергей. Сегодня тема нашей беседы — это антимонопольное регулирование как фактор, помогающий, либо наоборот ослабляющий российский малый и средний бизнес. В основном малый и средний. В чем проблема? Действительно, во всем мире и в России тоже происходит укропнение бизнеса. Создаются огромные корпорации, которые частью своих товаров и услуг, конечно же, каким-то образом отбирают потенциал рынка у малых и средних компаний. Вопрос, нужно ли их в этом ограничивать, очень непростой, очень сложный. Знаете, уже много лет ведется дискуссия, что вот в Америке, например, приходит Walmart на какую-то территорию, все местные магазинчики, ну или там большая часть местных магазинчиков погибли. С одной стороны, защитники малой торговли говорят, вот исчезли рабочие места, исчезла самобытность, исчезли какие-то магазинчики. Но слушайте, а почему они погибли? Потому что потребитель проголосовал рублем за покупки в Walmart. Для него это выгоднее. Вот сложный вопрос. Вы участвуете в рабочей группе по антимонопольному регулированию в деловой России. С вашей точки зрения вообще, в принципе, вот нужно ли каким-то образом регулировать деятельность корпорации, следить, чтобы не возникало на каких-то рынках монополий? Есть естественные монополии, как принято говорить, железная дорога, там энергосети. И то там умудряются как-то расчленять, разделять, создавать какую-то видимость конкуренции или реальную конкуренцию. Очень сложный вопрос. Вот с вашей точки зрения, конкуренция, антимонопольное регулирование в России сегодня, это вот для чего? Что оно делает? Что не делает? Что должно делать? Вот сложный комплекс. Начните с любого. Окей, спасибо за такой вопрос. По поводу Волмарта и мелких магазинов, ответ мой будет такой, что история человечества — это история развития технологий. И новые технологии, конечно же, меняют рыночные устоявшиеся отношения на новые. Они возвышают новые компании и банкротят экономики Старого Света. И это было, есть и будет. И мы с вами знаем от истории 16 века, когда еще люди ломали машины, которые отнимали их работу, поэтому в каком-то смысле новые технологии, конечно, приводят к разорению мелких компаний. И, по-моему, лудистское движение было. Да. Когда появились сказки и станки, то ткачи, которые дома ручным способом там ткали. По большому счету, это все та же история, только на новом витке развития. Поэтому технологии, вы можете отрицать их, вы можете их не применять, вы можете сопротивляться им, но вся история человечества показывает, что те компании, те страны, которые владевают технологией быстрее, быстрее технологически развиваются, и отрицать это глупо. Фактически они побеждают почему? Они дают конечному потребителю что-то лучше и дешевле. За счет применения технологий. Да. Поэтому я не считаю, что нужно сопротивляться с этим технологиям. Лучше эти технологии применять первыми и самим садиться в локомотив этого поезда, чем сидеть в последней вагоне. Ваша позиция, что стоны общественности, которые иногда раздаются о том, что вот появился новый крупный игрок и множество мелких погибли, они не совсем продуктивны. Они на 80% эмоциональны в силу того, что человечество, ну, во всяком случае, общественное мнение часто манипулируется такими понятиями, как справедливость, рабочие места, и очень много в этом эмоций. Но если как бы все-таки посмотреть на исторические факты, технологии развиваются, и новые технологии будут приносить новую рыночную установку сил. И в этом смысле я против того, чтобы мешать технологическим компаниям. Вот в частности, взять европейский пример, американский. Европейский регулятор очень сильно регулирует область IT-компаний, и в итоге IT-индустрии Европы всего 8% от мировой. И доминирует американская IT. А для американской, почему? Потому что американцы поняли, что сопротивляться технологиям глупо, и не стали ставить препоны для развития IT-компании. В итоге самые крупные технологичные компании в IT-секторе, где? В Америке. Google, Apple, Microsoft. Почему? Это просто философская позиция. Глупо сопротивляться технологиям. Поэтому американцы победили. И в этом смысле для России тоже урок. Если мы будем следовать европейскому опыту и пытаться привносить в это слишком много эмоций, защищать старый сектор экономики, то мы окажемся у разбитого корыта. То есть лучше поддерживать IT-компании. В этом смысле я поддерживаю президента Российской Федерации, который в поддержку IT-технологий ввел пониженные ставки соц. налога. ФАС, федеральный антинопольный закон, выпустил пятый антинопольный пакет законопроекта, который направлен, подчеркиваю, против IT-технологий, который пытается ограничивать IT-компании. И в этом смысле я как обмунсмен и как руководитель комитета Делого России выступаю ярким оппонентом этого законопроекта. Я считаю, что если этот законопроект будет принят, то для нашей IT-отрасы настанут более сложные времена и они получат достаточно сильные ограничители в своем развитии. Я считаю, что он вреден. Смотрите, но существуют при этом тезисы о том, что компании, доминирующие на рынке, начинают некорректно пользоваться своим доминирующим положением, скупая и уничтожая альтернативные технологии. То есть, с одной стороны, да, они дают, почему они побеждают? Они дают потребителю что-то лучше и дешевле. С другой стороны, есть точка зрения, что они при этом могут вступать в картельный сговор, например, устанавливать какие-то цены. То есть, игроков становится мало, а они начинают пользуясь своей силой и мощью препятствовать возникновению альтернативных других компаний-производителей. Вот в этом смысле деятельность компаний, корпораций крупных нуждается в регулировании, сложный вопрос. Я просто хочу дополнить вашу речь, что говорите, что в Америке крупные компании начинают доминировать. Но именно этот факт, что крупные компании доминируют, что их стоимость становится близко к триллиону, привлекает огромное количество стартапов. Вы прекрасно знаете, что количество стартапов в IT-отрасли, особенно в США, умопромочительное. Мы знаем истории успешной компании, как Google, Microsoft, но мы не знаем истории десятков, может быть, сотен тысяч стартапов, которые не дожили до этого и которые были скуплены. Именно стремительно развитие новых технологий привлекает в отрасли огромное количество инженеров, программистов, финансовых потоков, менеджеров. То есть, эта отрасль настолько привлекательна в своем развитии, что рождается огромное количество стартапов, которые призваны на рыночных условиях смещать старых авторитетов. Никто еще 13 лет назад не знал такую компанию, как Alphabet. Google в 2005 году стоил порядка 5-7 миллиардов долларов, ну, плюс-минус. Сейчас, через 13 лет, эта компания стоит, по-моему, полтриллиона. Могу разобоваться, там, неважно. То есть, за 13 лет компания очень сильно выросла и подвинула такую компанию, как Microsoft. Поэтому в этой отрасли на самом деле смена лидеров происходит даже быстрее, чем в таких естественных отраслях, как в автомобилестроении. Я просто хотел зацепиться за ваш тезис. Ну вот, как я вас услышал, что крупные доминирующие компании на самом деле могут создавать среду, инфраструктуру для, наоборот, роста, появления новых игроков. Абсолютно верно. То есть, если, например, вот давайте, ну, IT это отдельная специфическая область, где действительно другой порог входа, другой способ создания продукта, продукт интеллектуален. А возьмем какую-то простую банальную вещь, ну, не знаю, инженерные сети и системы, коммуникации, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, в принципе, можно создать условия, которые бы привлекали большое количество малого и среднего бизнеса, развивающего услуги на базе существующих инфраструктурных там каких-то монополий. Я бывал на многих встречах посвященных государственным частному партнерству и всегда задают мне вопрос, вы мне хоть один пример приведите, где это партнерство принесло пользу инвестору частному, а не государству. Хотя бы один. И обычно идет такая длинная-длинная тишина. Поэтому мы об этом говорим уже 10 лет. На самом деле это очень сложная формировка. В силу того, что государство всегда тебя контролирует как предприниматель и всегда пытается отнять тебя последнюю копейку. То есть, вот закон о тарифах, который сейчас обсуждают, он, во-первых, написан на 320 страницах, очень сложный. Там написано, что закон должен удовлетворять, и огромный список требований, которые он должен удовлетворять. Он должен быть и гибким, и долгосрочным, и выгодным для инвестора, и дешевым для потребителя. Он должен предоставлять дешевые и качественные услуги. Ну, грубо говоря, взяли все противоречия мира и сложили в один законопроект. Поэтому, в принципе, когда я его прочитал, я понял одно, что если сказать коротко об этом законе, я могу сказать следующим образом. За все хорошее против всего плохого, а хорошее определить в фас. Точка. Если не знаете, что такое хорошее, обращайтесь в фас. Фас вам пояснит. Если перевести это с языка на более практичный предмет, что означает для предпринимателя, что предприниматель оказывается в ситуации, когда нет ни одного фундаментального базиса, на что можно опереться. То есть, фактически оказывается в ситуации, когда внешне по отношению к вам игрок, а именно фас, может... Который не является участником рынка. Не является участником рынка, он не является производительным услугом, он не является его потребителем, будет постоянно вмешиваться в отношения между потребителем и поставщиком услуг. По огромному количеству перешних вопросов, у него в принципе вопросы, почему он вмешается, тысяча и одна. Фактически означает, что это... В любом случае. В любом случае он может мешаться, когда захочет. Или когда жалобу получат от потребителя. Он будет определять эти тарифы, уменьшать их, увеличивать, не знаю. И это называется полной неопределенностью. Поэтому я в этом смысле вижу одно, что в случае, если мы примем такой закон, он не будет защищать частника, который оказывает услуги в ЖКХ. Скорее, он будет ставить этого частника в очень неудобную позицию, в очень сильную зависимость от ФАС. То есть ФАС получает фактически власть собственника. То есть он может фактически тарифы отменить, обанкротить эту компанию или, наоборот, сделать ее, не знаю, любимой или еить ее. То есть ФАС получает огромное полномочия. И насколько это совмещается с стратегией развития ЖКХ или сейчас очень модное слово инфраструктурной ипотеки, это бабушка надвое сказала. Все прекрасно помнят прошлогодний пример, когда ФАС отменила конкурс на строительство концессии дороги в Уфе, по-моему, на Магнитогорск. Это же нанесло огромный удар. Банки перестали финансировать многие проекты в силу того, что возникла угроза. Вогнала угроза, да, потеря этих денег. Поэтому регулятор на самом деле действует зачастую исходя из собственных каких-то интересов. Возможно, эти интересы и государственные, но поскольку государство само не знает, какие у него интересы, они противоречивые, то для компаний из частного сектора это возникает все более и более новые риски. И вообще часто изменение правил на этом рынке ни к чему хорошему не приводит. У нас каждая новая глава ведомства приносит с какими-то новыми идеями и думает, что его идеи чем-то лучше предыдущих. И яростно берется их внедрять. Забывая о том, что консерватизм в этой области это самое правильное, самое лучшее, что могло бы быть. Или небольшие их изменения, улучшения, которые нужно объяснять участникам рынка. А мы приходим, пытаемся сразу устраивать революцию. Я считаю, что это не очень хорошо. Я все-таки продолжу вот эту линию. Мы говорили, что крупные IT-компании, в том числе американские, ну прежде всего американские, являются, как это ни странно, на первый взгляд, источником огромного количества новых бизнесов. Поскольку предоставляют всем участникам удобную платформу для того, чтобы эти бизнесы создавать. Мы затронули тему ЖКХ. Наверное, да, не совсем здесь она легкая, потому что тут регулируемый тариф. Это типа социальный вопрос. Значит, и здесь государство якобы пытается держать это под контролем. Но существует еще одно. Вот к чему я, собственно, вел. В России происходит, ну, что уж греха таить, говорят даже такие слова о государствлении многих секторов экономики. Появляются госкорпорации, которые просто огромные влияют на все. И одним из факторов того, чтобы вся деятельность не замыкалась внутри них, проводятся попытки уже, наверное, года два, значит, обязать госкорпорации, какую-то часть продуктов и услуг заказывать малому и среднему бизнесу. Ну, я даже слышал, что взята за основу японская модель, когда там автомобильные компании выращивали своих поставщиков, создавая длинные-длинные-длинные цепочки компетенций. И вроде бы планировалось применить это в России. Вот с вашей точки зрения, является ли это путем развития малого и среднего бизнеса, работает, не работает, что мешает? Но я попрошу вас ответить после небольшого перерыва. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу Роста. С вами в студии ведущий Василий Богданов. У нас в гостях Сергей Колесников. Продолжаем разговор. Вот корпорация развития малого и среднего предпринимательства пытается уже пару лет, или даже, может быть, чуть больше, как-то простимулировать крупные госкорпорации, обладающие огромными бюджетами, огромными закупками, направлять эти закупки в малый и средний бизнес. Там производится регулирование с помощью законов по госзакупкам. Но вот цель благая, как мне кажется, может быть, я не прав, сделать крупные госкорпорации стимулом, источником для роста малого и среднего бизнеса, в том числе передавать туда технологии, обучать, так сказать, что-то еще. Вообще, насколько это потенциально может сработать? Или вообще никак не работает? Понимаете, это вопрос осознанности. То есть мы сравниваем японские компании с российскими. То есть японские компании осознанно подошли к пониманию, что проживательность труда основана на скорости процессов. И они, конечно же, начали развивать бизнес-процессы, которыми они управляют. И все, что не входило в этот основный бизнес-процесс, они захотели вывести на аутсорсинг, поэтому потребовались малые и средние компании, которые они стали развивать в кооперации. Вопрос осознанности, он ключевой ответ на ваш вопрос. Они осознанно сами к этому подошли. В России, как всегда, телегу поставили впереди лошади. Без осознанности, сверху пытаются навязать крупным компаниям. Это уже модель мысли. Крупные компании сами должны к этому прийти. В том числе и с госкомпанией, с госкоучастием должны к этому прийти. А государство не должно им мешать. Вот смотрите, в Японии на самом деле очень либеральное антинопольное законодательство. Вопрос кооперации является ключом. Слово кооперация, а не конкуренция, является ключом. Прочитайте книгу «Выход из кризиса», написанную великим, мне кажется, неоцененным профессором. Демингом. Демингом, который писал, что нужно сделать после войны Японии, чтобы стать промышленным. Причем Деминг был американец, он ездил по всей Америке с лекциями, его никто не слушал. Не слушал, да. Его позвали в Японию. Вот я хочу сказать моим оппонентам из ФАС, из других органов. Прочитайте эту книгу. Прочитайте. Я этой книге 60 лет. Именно на основе этой книги японцы и выросли. Вопрос осознанности является ключевым здесь. Вы должны осознанно к этому относиться. А кооперация является важным. Тойота высылала своих менеджеров, поставщиков первого, второго года, и что там работали. Если вы сейчас это сделаете, то согласно нашего закона вы нарушите все мыслимые и немыслимые законы, которые пишет ФАС. Это будет координация деятельности, это будет т.д. и т.п. Второй момент. Смотрите, японцы крайне редко, неохотно меняют своих поставщиков, потому что к ним вкладывают огромное количество энергии, постоянное качество. И цена для них не является единственной определяющей. Цена важна, но не самая главная. Поймите это. Качество поставки, качество изделий, надежность поставщика ценится в Японии не меньше, а то часто выше. А как оцениваем мы их в своих сервисах? Сергей, постойте, я вас здесь остановлю. Не совсем согласен с тезисом, что цена не является самой главной, потому что они цену рассчитывают по-другому, чем мы. Они рассчитывают, является ли эта цена условием для получения более качественной продукции, которая в дальнейшем позволит избежать издержек на ремонты, поломки, что-то еще. То есть, в итоге она все равно приводит к большей выгодности. Если вы берете с точки зрения длительного периода владения, абсолютно верно. То есть, качественное изделие, даже если оно куплено чуть дороже некачественного, будет служить дольше, и с точки зрения десятилетнего владения это будет дешевле. Но такая логика возможна только в японской модели. У нас же аукцион, аукцион, аукцион. Кто дешевле, тот и лучше. В этом смысле есть мультик. Приходит, ну помните мультик, можешь, я на шкуре сделал одну шапку, а можешь 7, тоже могу. Но только маленький. Вопрос следующий, можно дать меньшую цену? Можем. Не спрашивайте про качество. То есть, понятие качества, а Total Quality Management родился именно дермингом в эти годы, полностью вычеркнуто из этой ситуации. Более того, когда вы пишете, что аукционы сложных технических изделий, вы еще требуете, чтобы заказчик написал техническую сложную документацию, как требование к этим аукционам. Поверьте, сам он не напишет, поскольку он не является компетентным. Он спрашивает у своих посвящихов, напишите, а это сговор. Вообще, они хотят эту статью сделать теперь уголовной. Вы понимаете, в чем смысл-то? То есть, если в Японии кооперация является ключом, то мы делаем все, чтобы эту кооперацию разорвать. И естественно, что мы видим, чему это приводит. Потому что технические сложные изделия у нас не приживаются. Мы рубим компании, заставляем их конкурировать, когда они в принципе не могут конкурировать, потому что они являются с точки зрения экосистемы единым целым. И вместо того, чтобы помогать им кооперироваться, ФАС делает все возможное, чтобы это рубить, рубить и рубить. Естественно, что никаких долгосрочных, качественных отношений построиться быть не может. Более того, когда поставщик начинает обучать, высылать своих инженеров к своему поставщику, это воспринимается ФАСом как недобросовестная конкуренция, как координация, как вертикальное соотношение, т.д. и т.п. У нас любые кооперационные цепочки разрушены, выражая этого не видите. Но даже у нас, несмотря на вот эти угрозы со стороны законодательства, у меня очень много знакомых среди IT-компаний. Но никогда заказчик IT-продукта, например, банк, телеком, урочная сеть, не может написать полностью ТЗ, которое ему нужно. Он сам до конца не осознает. Он обращается к IT-поставщику, и тот на основе лучших практик ему пишет ТЗ. Я об этом говорю уже 6 лет, вы только через 6 лет это поняли. А мои оппоненты ФАС, они поймут еще 60 лет, понимаете? В этом-то и вся трагедия. Это уже смешно даже становится, да. А что смешного-то? Мы разве не видим по экономике, что мы, извините меня, превращаемся в банановую страну. То есть факты игнорируются, а утопии поддерживаются. И когда есть прямые факты о том, что мы не развиваемся в области ни сырьевого экспорта, ни сырьевой индустрии, нас не слышат. То есть фактам не верят. То есть есть некая вера в какую-то конкуренцию. Вообще конкуренция — это галлюцинация, на самом деле, построенная на основе зависти, корысти и гордыни, если сказать честно. Там ничего разумного нет. Сейчас, подождите. Это такой у вас тезис необычный. Но что такое в таком случае с точки конкуренции и справедливости? У каждого она своя. Всем она чем-то кажется. По большому счету люди просто завидуют и пытаются это себе присвоить. Я вообще говоря разумного объяснения корысти не нашел. Что такое понятие конкуренции с позиции светского государства? Четкого определения нет. Это эмоции, это галлюцинации. Я, насколько в комитете работаю, у всех свои понятия. Это вообще, говоря, не светская сторона жизни. Там нет четкости определения. А раз нет четкого математического определения, то нельзя на это опираться. Потому что сколько людей, столько мнений. Всем хочется... Ну, непростой вопрос. И далеко не все с вами согласятся. Согласен, что это очень сложный философский вопрос. Но развивать конкуренцию, это тоже самое развивать дружбу, развивать любовь. Я не против этих понятий. Но эти понятности к религии или теологии, а не к светскому государству. Да, здесь я согласен. Потому что это вещи, которые не могут быть просчитаны заранее. Ведь есть только предположения. Например, допускается присутствие розничной сети в каком-то регионе. Не более 30 или 35%. Предполагается, что если эта розничная сеть захватит своими магазинами 70% рынка, то тем самым она сумеет ограничить ассортимент своих поставщиков. Даст жизнь вот этим фермерам, а этим не даст. То есть это предположение. Их очень много. Будут ли они реализованы или нет, неизвестно. Их очень много. Я еще чувствую в дискуссиях, и даже внутри комитета столько мнений бывает, что подчеркивают такие понятия, как справедливость, любовь, конкуренция. Это сугубо индивидуальное мнение людей о чем-то. В силу того, что мы разные по возрасту, по образованию, разные по рождению. И мнений столько. Почему эти разные мнения становятся определяющими в гражданском товарообороте, я не знаю. Я на самом деле их исключал. Идите в теологию, идите в семинарию. В философию. В философию идите. Но не регулируйте этими понятиями жесткий материальный и технологический мир. Технологический мир требует определенности, простоты, ясности, хороших взаимоотношений, стандартизации. И вот все это, что мне надо, как промышленнику, я в этом законах не вижу. Очень много эмоциональных, двухсмысленных определений. Очень много взято на усмотр, относится к мнению регулятора. И понятия справедливости. И в этом смысле я согласен с Талебом, что нынешняя проблема современности, о том, что люди, регулирующие отрасли, давно потеряли контакт с реальностью. То есть они-то сами никогда не работали. Они не работали. Вот почему в японской корпорации, мы про японские корпорации говорим, о том, что вы не можете стать крупным топ-менеджером, не пройдя линейку от специалистов на предприятии, не встав головой. Вы должны это пройти, потому что, когда вы принимаете решение, вы должны понять, как это будет соотноситься ко времени работы вашего рабочего и вашего инженера на заводе. И не вредить ему, а помогать. Но не пройдя этой сколы, вы будете не понимать, как ваше решение реально будет работать внизу. И в итоге вы руководствовались какими-то утопиями, теориями прочитанных в книгах, которые на самом деле не имеют никакого отношения к практике. В этом проблема современности, в этом проблема именно антимонопольного регулирования. Что те люди, с кем я встречаюсь, сами-то никогда ничего не делали. Это молодые люди, младше меня, как правило, закончившим, может быть, даже с классным дипломом в ВУЗ и регулирующий мою деятельность. Считаете ли вы необходимым ограничить сферу действия антимонопольного регулирования, ну хотя бы по размерности компаний? Вот кто должен подвести... Россия лидер по количеству антимонопольных дел. Насколько я знаю, их было около 10 тысяч антимонопольных дел проходит в Российской Федерации. Если взять это соотношение к миру, примерно 96-98% всех антимонопольных дел это Россия. То есть мы лидеры по количеству антимонопольного регулирования. То есть ФАС является очень сильным регулятором в нашей стране. Наверное, таких полномочий нет ни в одной стране мира. И количество дел, которые они возбуждают, это показывает. 96, может быть, 94, может, 98% дел всего земного шара возбуждается в России. Альтернативно, что можно? Если взять среднюю медиану дел, против каких компаний возбуждает, то обычной стороной вопроса является компания с оборотом в 1 миллиард рублей. Если взять нашу практику в Евросоюзе, в Америке, то там минимальная сумма 800 миллионов долларов и выше. То есть видите разницу, да? То есть разница 1 на 2 порядка сразу. То есть в частности порядка 70-80% дел возбуждается против малого бизнеса. Малого и среднего с оборотом меньше 800 миллионов рублей. То есть регулятор на самом деле... То есть с вашей точки зрения нужно совсем просто исключить его из... Я скажу так, я не знаю ответов на этот вопрос. Я не отношусь к человеку, знающему ответы на все вопросы. Я лишь могу говорить то, что на мой взгляд мешает развитию малого и среднего бизнеса. Я неопроцедую на объективность, естественно. То есть я защищаю свой бизнес как могу. Я считаю, что некоторые аспекты не так сильно учитываются. Вообще я считаю, что малый бизнес не может быть монополистом. Он может навязывать рыночную силу. И во многих странах, насколько я знаю, малый и средний бизнес вообще выведены из-под регулирования. Он просто по определению. В силу того, что он малый, он просто не может быть монополистом практически ни в каких условиях. Абсолютно верно. Мои помоненты из ФАСа и из Минека говорят о том, что нет. Есть локальные рынки, там есть какая-то деревня, есть какой-то район, где маленький игрок может контролировать. Ну в конце концов, ты можешь икать соседнюю деревню. Но этот аргумент пока нас не слышит. Я считаю, что конечно регулирование избыточное. То есть я не говорю, что ему может быть не нужно совсем. Я так не говорю, но то, что оно избыточное, на мой взгляд очевидно. Вот если вас завтра или послезавтра внезапно вызвали к президенту и назначили руководителем антимнопольной службы. Какие три вещи вы бы сделали в первую очередь? В первую очередь я бы поставил планку рассмотрения день компании от 7 миллиардов. Все, что меньше 7 миллиардов, я бы вообще перестал рассматривать. Я бы сразу 95% дел. Да, понял. Второе. Наверное, я бы перестал относиться к тарифам и перестал бы стараться регулировать тарифы. Тарифы это очень сложная комплексная вещь. Я бы постарался, чтобы решение по тарифам принимал не мой орган. В силу того, что это огромная ответственность. И третье. Закон о закупках? Закон о закупках. Я подчеркиваю, что закон о закупках не будет работать до тех пор, пока... Цена является главным критерием. Цена является главным критерием. И более того, я бы позволил покупкам до 10 миллионов рублей. Или даже до 10 миллионов. Хотя я пишу миллион. Он вообще никак не регулируется. Поскольку сами процедуры стоят дороже. Спасибо. Пожалуйста. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. В гостях у нас был Сергей Колесников. Вы смотрели программу Роста. Ведущий Василий Богданов. До новых встреч.